Здравствуйте! Рад вас видеть в нашей студии. Вы живёте более четверти века в Тольятти и работаете. Скажите, менялись ли отношения людей к собственному здоровью? Вот именно в последнее время. Я думаю, что отношение к здоровью в нашей стране всегда было на высоком уровне. Просто мы с возрастом шире видим мир. Когда мы подростки, мы больше заточены на себе самом, и мы видим только себя и то, что вокруг нас происходит. А когда мы становимся старше, мы гораздо внимательнее и наблюдательнее. И вот с возрастом я вижу, как больше и больше людей вовлекаются в занятия физической активностью, скажем так. Не только спорт, но и физическими упражнениями. Он может находиться в любых проявлениях себя. Это может быть обыкновенная ходьба, пробежка. Даже бытовая деятельность на огороде может быть с физической активностью. Поэтому с возрастом ты видишь это понимание как шире. Но профессиональный спорт, он все активней развивается. Сейчас уже порядка трех миллионов детей в нашей стране занимаются, можно сказать, профессиональным спортом. Это значит, ходят регулярно на занятия, и родители сильно вкладываются в это. Так что спорт и физическая активность у нас развивается. Люди хотят дольше сохранить активность, быть молодыми, красивыми, сексуальными. Наступила осень, пора простуд, люди заболевают все чаще. Но для здоровья полезнее будет поставить прививку от гриппа. Я знаю, что вы тоже такую прививку поставили. Сергей, какие аргументы в пользу вакцинации вы можете привести тем, кто против прививок? Ну, потому что пора пришла, но болеть не пора. Точно. Я всегда был сторонником адекватной медицины. Я получил классическое медицинское образование, которое нам осталось еще с советских времен, где все основывалось на, скажем так, атеистических знаниях, где имело место только цифры, доказательства. Вакцина, в свое время первая вакцина Атоспа, которая спасла миллионы людей во всем мире. Поэтому это современно, это модно, это эффективно. Соответственно, когда мы изучали педиатрию, есть такое понимание календарь прививок у детей, да? Да. И там в процессе роста и развития ребенка в разное время вводятся различные вакцинации, проводятся в том числе от таких серьезных заболеваний, как туберкулез. И я сам это проходил маленьким, я помню, как в плечо мне кололи укол, она болела у оспах. Оспа болела. А сейчас у нас скоро в обезьяне оспа придет, и те, кто были привиты, кто успели из того поколения, те обладают этим иммунитетом. Простудные заболевания, я понимаю механизм возникновения этих заболеваний. То есть есть вирус, который очень легко мутирует от любых воздействий, и защититься от него, создать надежный защит возможно только двумя способами. Это переболеть вирусом или же получить антитела путем выработки иммунитета. Переболеть уже будет поздно, да? Получить антитела уже готовые путем введения вакцины эффективно. В этом случае мы управляем ситуацией, мы не отпускаем ситуацию на волю судьбы, там как повезет, как получится. И тут еще и мы принимаем на себя ответственность за то, чтобы не допустить распространения. Здесь не только ты думаешь о себе, но и о близких своих. Это могут быть пожилые родители. У меня родителям еще много лет, я не хочу принести домой эти сопли, которые для меня соплями пройдут, а для них это может закончиться с легочной недостаточностью и пневмонией, например. То же самое и по детям. И мы всегда с раннего возраста, и детей прививал всегда, и всегда проходила без всяких, в общем-то, проблем. И семьи моих друзей тоже этим активно пользуются. А так как лучший способ показать, что ты делаешь, это визуализация, да? И вообще я считаю, что медики должны чаще выходить онлайн и работать в сетях, чтобы показывать адекватное и нормальное здравоохранение и медицину. Я это все и показываю наглядно. Да, мы наблюдаем это. Как это встраивается в обычную жизнь, делаю прививки, я продолжаю заниматься спортом, я контролирую ситуацию, впереди соревнования, я не хочу заболеть и выпасть из этого графика режима, в котором я живу, например. Насколько эффективна вакцинация от гриппа? И почему именно осенью начинают делать? Грипп очень изменчивая инфекция, да, она каждый год практически меняется. Поэтому вынуждены каждый год под нее подстраиваться. Эта инфекция, этот вирус берет свое начало на востоке, наверное, в Азии. И поэтому пока он до нас дойдет, система здравоохранения успевает подготовиться, они приблизительно знают, какой штамм будет. И они выпускают вакцину в расчете на попасть в этот штамм. Бывает, что иногда не попадают, но чаще всего попадают. Поэтому хороши вакцины, когда многокомпонентные, когда они выбирают несколько штаммов, наиболее вероятных, и создают эту вакцину. Поэтому, когда она придет, у нас уже будет штамм готов, и мы уже пройдем вакцинацию. Через 2-4 недели после введения вакцины мы уже будем иметь иммунитет. Но этого нам хватит на год. В следующем году это будет новая мутация, новый вирус. Так что механизм выработки отлажен уже, что с чем смешать, что добавить, взболтать или не взболтать. Нам только остается, чтобы ученые подготовили в соответствии со штаммом новый препарат, и его сделали. Механизм, он отлаженный уже. Какой процент по городу людей соглашается делать прививку, и растет ли этот процент из года в год? Всегда обычно в планах заявляется 60% населения привить, и 75% из той группы, которая желательно привить. То есть это маленькие дети, это пожилые люди, это люди с хроническими заболеваниями, те, у кого риск тяжелых заболеваний высокий, или те, которые могут участвовать в распространении заболеваний. То есть дети, сады, школы там чаще всего как источник распространения. И плюс социальные работники. Но цифр удается добиваться где-то порядка 55%. Вот так вот. Эффективность достигает у разных групп разного. У пожилых 20-30%, у детей 60%, в среднем 47-50% удается добиться. Эффективность в том плане, что мы понимаем, что нет без развития осложнений. Угу. Я же правильно до этого услышал, что вы рассказали о рекомендациях, кому лучше всего прививаться. Или какое-то дополнение тоже есть определенной линдой? Есть. Есть группы населения, для которых привиться первоочередная задача. Вообще грипп привиться лучше всем, потому что это не дает распространяться, в первую очередь, заболевание. Не дает развиться самому заболеть. Угу. Тяжело заболеть, просто заболеть. И не дает возможности распространить заболевание. Но есть особая группа населения, как дети маленькие, у которых наиболее тяжело это может протекать. То есть если у ребенка температура высокая, у маленького грудничка, там не у грудничка, но там годик там, да, 40 температуры, 2-3 дня такая температура, он теряет объем жидкости, судороги, и это риски потом высокие возникают. Это хронические больные, у кого любое вирусное заболевание может привести к обострению заболевания, хронического заболевания, различного характера. Это пожилые люди, у которых нарушена система равновесия. Они и так находятся уже в хрупком равновесии, и присоединение мощной такой инфекционной компонента может вызвать нарушение равновесия. Тем более, что чаще всего агрессивно воздействует не только вирус, но еще и реакция нашего организма на сам вирус, как при ковиде. То есть реакция со стороны организма была такой мощной, что нельзя было спрогнозировать. Поэтому здесь в ситуации надо, вакцинация помогает проконтролировать свое собственное здоровье. Ваши рекомендации, как помимо вакцинации защитить свой организм от гриппа или ОРВИ? Неспецифические методы защиты от любых проблем со здоровьем нашей жизни – это питание, это сон, это спорт. То есть контроль над всеми этими состояниями. Если они у вас все контролируемы, значит, вы здоровый человек, и в вашей жизни все правильно, вы управляете своим здоровьем и эмоциями. Вот и все. А витамины стоит усилить осенью принимать? Вот витаминизация, я бы ее с сезонностью не связывал. Я бы ее связал вообще круглогодично, потому что в разные периоды жизни мы испытываем различные нагрузки, стрессы, потребности у нас разные. И, соответственно, потребность в витаминах, она разная может быть. Может быть, лето, когда как бы много витаминов, да, но мы питаемся витаминами из сетевого маркета, из сетевого магазина маркета какого-то. И понятно, что дело, они создавались с учетом ГМО, чтобы долго хранилось. Да, и мы можем даже летом не добрать. Или если ребенок активно развивает, растет, у него большие потребности, он может не добрать даже вне сезона этих же самых витаминов. Если ребенок спортсмен, например, там потребности просто огромные в энергии, в веществах. Поэтому здесь надо индивидуально подходить, оценивать возрастные нормы, его затраты какие, и регулярно как бы контролировать состояние поступления витаминов, минералов в организм. Хорошо. Вот если пошатнулся все-таки иммунитет и заболел, какие рекомендации тогда, чтобы прийти быстрее в норму и уже начать обыденный день? Слушать свой организм, что он скажет? Он скажет, ляг, лежи, лечь и лежать надо. А не то, что скажет начальник, давай выходи на работу, там работать надо. Вот здесь действительно покой. Первым делом организм всегда вынужден перейти в состояние покоя, чтобы все силы, все процессы направить на выздоровление. И облегчение критических состояний. То есть это жар, если высокий жар снизит температуру, это дать воду в организм, так как она участвует во всех химических реакциях, во всех обменных процессах. И если температура на протяжении нескольких дней присоединяются какие-то симптомы, когда уже кашель, тяжело дышать, нарушение стороны разных органов, и система начинается, тошнота, рвота, боли выраженные, тогда уже за помощью медикам обратиться, конечно. А когда же все-таки к антибиотикам тогда прибегать? Потому что некоторые любят сразу к ним. Да, вот про лекарственные препараты это прибегают только по назначению врачей. И лишнего для профилактической дозы принимать не стоит, особенно при вирусных заболеваниях, они тем более не работают, при гриппе не работают, они наоборот нарушат естественное состояние микромикробов в организме, в толстом кишечнике. И это еще больше приведет к снижению иммунитета, будет наоборот отрицательная реакция. Плюс аллергические реакции, если внутримышечные, допустим, неких каких-то антибактериальных препаратов делать. Здесь только лишь посоветовавшись с врачом надо. Все понятно. Как сегодня обстоит ситуация с заболеваемостью ковидом? Постоянно идет регистрация увеличения количества заболевших. Среднее количество сейчас у нас составляет порядка 200 тысяч человек. Ротация идет, выздоравливает, поправляется. Прирост еженедельно идет несколько единиц процентов. Слава Богу, этот, который сейчас под вид, он из-за омикрона вышел. Он в мягкой форме протекает не так агрессивно, как грипп. Но они все похожи. Грипп, ковид, ОРЗ, они все очень похожи по клинической картине. И внешне бывает очень сложно их разделить друг от друга. Только лишь реакции ПЦР может выявить наличие его. А так они очень похожи. Поэтому нужно определенное время, чтобы выявить он или не он заболевание. Но, тем не менее, рост есть. И гриппа, и ковида, они могут сочетаться. Поэтому меры защиты необходимы. Единственное, что неспецифические меры защиты, маски и прочее, они не сильно срабатывают с такими заболеваниями, как грипп и ковид. С ними хорошо срабатывает антитела, которые выработаны в результате иммунизации. А общие меры менее эффективны, но тем не менее, все равно надо применять. То есть мыть руки, носить маску, избегать контакта с людьми. То есть все то, чем активно живущие люди заняться и обеспечить не могут. Поэтому для нас, для активистов остается одно – сделай прививку и спокойно занимаешься дальнейшим делом. Прекрасно. А я смотрю, вы в прекрасной физической форме, наверняка занимаетесь спортом. А что вы посоветуете людям, которые не имеют на это времени, либо говорят как-то мало? Или, может быть, руководствуются правилами, кто хочет, тот всегда найдет? Время всегда есть. Потому что, если, например, вы живете на седьмом этаже, вы можете несколько раз спуститься на первый этаж и подняться. Главное, чтобы полчаса, час в день физическая нагрузка была в вашем рационе. То есть это можно пройти пешком до работы, это можно пораньше выйти на остановку. Часа в день ходьбы уже будет достаточно. Плюс много спортивных площадок около домов. Можно ими воспользоваться. Спортзал работает до 11 часов, можно в спортзал подъехать. То есть можно на улицу выйти с гирей, с резинками, занятие, тренировку провести. Ну, банально по лестнице побегать. Побегать с детьми, в конце концов. Банально побегать по лестнице или завести собаку. Вот все, кто заводят собаку, они ходят на прогулку и летом у них нормальная активность набирается. Зимой они нос высунули, она там сделала дела и назад. Там меньше уже активность у них получается. Поэтому нужно какой-то зимний вариант собаки. Ну, либо завести детей и там еще активность больше. И собаку. То есть физическая активность это не только пахать кувалду, поднимать гирю. Это вообще двигаться, двигаться, двигаться. Это нужно очень много. И социализация, конечно. Нужно общаться, находиться в обществе, общаться друг с другом. Это все залог и физического, и психического здоровья, что нам сейчас необходимо. Сергей, мы вас благодарим за ваши рекомендации. Здоровья вам, всем нашим врачам и, конечно, всем жителям Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова